Итак, мы в прямом эфире. Сегодня 7 апреля 2017 года. Московское время 11 часов 57 минут. На связи с нами Индия Марго. Здравствуй, Марго. Привет, Ярослав. Всем привет. Да, сейчас работает запись. Твои стихи у меня на странице посмотрел Артур. Сейчас я... Сейчас, извини, я просто... Мне нужно вывести на экран. Давайте я попробую это дело вывести. И Артур попросил написать песню. Артур обратился с просьбой, может ли Марго написать песню. Марго, как ты поняла задание? Я же тебе пересылал копию. Как ты поняла, что хотел бы увидеть, Артур? Слушай, ну давай лучше просто я зачитаю. А вот что это за экзамен? Как ты поняла, как ты не поняла? Ну вот я и зачитаю тем, что я поняла. Я для наших зрителей делаю сюжет. Мы с тобой понимаем, о чем идет речь. Зрители включили этот сюжет, и многие в первый раз. И не понимают ни тебя, ни меня. Артур прочитал мои стихи. Он понимает, что я в Аранасе. И вот этот поэтический текст написан из состояния пребывания в этом городе. Да, вывести мне на прямой экран почему-то не удается, странно. Ну хорошо, ладно. Я готов. Значит, названия стихотворения песни пока нету, да? О-человече. Рабочее название? О-человече. 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 Хорошо. Сейчас, подожди. Я... Сейчас, сейчас, сейчас. Хочу сказать, чтобы люди не видели во мне какого-то великого исполнителя. То есть я не претендую на это, потому что вот такой голос, какой есть. Но написала я от души. Итак, поехали. Да, да. Что наша жизнь? Всего лишь миг в пространстве бытия. Что наша смерть? Пространство бытийных бесконечность. Ты возомнил себя венцом творения? О-человече. Костры стирают формы тел, желание в пепел превращая. Что ты вчера еще хотел, сегодня смыслы все теряет. Богатство, слава, дев краса, все это тщетно, суета. Вот только ты открыл глаза, как с выдохом последним. Хоруна, сильная рука, монетки забирает. Что наша жизнь? Всего лишь миг в пространстве бытия. Что наша смерть? Что пространство бытийных бесконечностей. Ты возомнил себя венцом творения? Ты лгал, юлил и обвинял, кумиров разных создавал, молился неизвечному. Ты много-много возжелал, вмещая скоротечное. Что ж, смерть волшебной рукой все это стерла в раз и два, улыбкою джагондовою. Что наша жизнь? Всего лишь миг в пространстве бытия. Что наша смерть? Пространство бытийных бесконечностей. Ты возомнил себя венцом творения. О-о-о, человечье! Ой, по смерти вижу я. Но не кривую, как ее рисуют художники средневековья. Не танцевские круги ада и не вильзельвула искушающего. Я вижу благость того смрада. В глазах бездонных нага, благословляющего. Что наша жизнь? Всего лишь миг в пространстве. Смерть. Пространство бытийных бесконечностей. Ты возомнил себя венцом творения. О, человече... О, человече... Ну, как-то так. Конечно, я не могу сказать, что я вот прям совсем довольна, как я читала. Надо, конечно, порепетировать. Это всего лишь навсего второй раз в прочтении вслух. Но не знаю, удалось мне передать интонацию или нет. Если не удалось, я могу повторить. Ну, я просто пока не совсем понимаю, как это будет исполнено в песне. Ты сейчас прочитала стих. А как это будет... Ты же говорила, что это рок, хард-рок. Ну, так и звучит. Улыбку смерти вижу я, но не кривую. Как в нее рисуют художники средневековья. Неданковские круги ага. И ревель зельвола искушающего. Я вижу благость того смрада. В глазах бестонных нага. Благословляющего. Если б я умела петь, я бы спела. У меня просто нет такого таланта. Но пока еще нет. Он есть, но где-то внутри пока еще не открыт. И еще про счет стихотворения, который ты мне сейчас прислала недавно. Ну, давай. Сейчас я его открою. Сейчас. Я на экране его открою. Опять-таки повторяю. Я нахожусь в Варанасе. Варанасе – это город, куда приезжает огромное количество людей, миллионы людей со всей Индии, для того, чтобы уйти в последний путь. Это считается священным местом для индусов. И если они умирают и сжигают здесь, на берегах Ганги, то вся карма, которую они нарабатывали за все воплощения предыдущие, обнуляется. Человек выходит из круга перерождений, получая свободу. Поэтому сюда люди приезжают умирать с радостью. И родственники встречают здесь смерть своих близких с благостью и любовью. Ну, готовы читать. Так, а стихотворение, наверное, называется «Смерть озаряет мне лицо». Там на заднем плане так громко говорит мужчина. А ничего не сделаешь. Это кто-то там граммофон вещает где-то. Это на улице. Никуда не денешься. То есть здесь такой звук везде открытые окна, и куда бы я ни ушла, он будет с такой же силой. Хорошо, отлично. Итак, стихотворение «Смерть озаряет мне лицо». Смерть озаряет мне лицо. Кострища яркие пылают И завершают все дела, Кармические силы разрушая. Не каждому так повезло. И в Варанасе вынесло потоком жизни всех И всех смертей не каждого. Увы. Тела их в саван яркий завернули И в гангу мантры напевая понесли. Там горы дров сандаловых их ждали. Счастливцы, что последний свой приют нашли Средь вод текущих в Гималаев. Тлен тлену, пепел и вода, Нет слез, стинаний и печали. Брамин поможет вам всегда все отпустить, что вы держали. Как-то так. Ну попробую я повторить. Повторить? Да, будет очень ценно. Повторить? Повторить? Смерть озаряет мне лицо. Смерть озаряет мне лицо. Кострищи яркие пылают. И завершают все дела, Кармические силы разрушая. Не каждому так повезло, и в Варанасе вынесло потоком жизни всех, и всех смертей, не каждого, увы. Тела их в саван яркий завернули, и в гангу мантры напевая понесли. Я понимаю, сейчас я поправлю. Да, ну просто это важно. Их же не в реку несут, то есть на берег несут сжигать. Но здесь метафора. Смотри, здесь метафора. Тела их в саван яркий завернули, их сожгли, и в гангу мантры напевая понесли. Просто сожгли, опускается, действие опускается, их в саван яркий завернули, и в гангу понесли. Тела лучше и к ганге мантры напевая понесли. Вот оставим так вот, как я исправила. Я исправила, так как это я описала. Но ты мне прислала исправленный вариант в гангу. Я... Икгангу, извини, пожалуйста, я случайно это сделала, так это было ненамеренно. Я исправляла другое слово. Хорошо, ничего страшного. У меня просто бывает шрифт сам с собой выдает какие-то буквы. Хорошо, ладно, что-то читаю заново. Спасибо. Давай. Смерть озаряет мне лицо. Кострищи яркие пылают и завершают все дела. Кармически... Подожди, подожди, подожди. Стоп, стоп. Ты первый раз так круто это начал делать. Вернись к тому, как ты исполнил первый раз. Прям мне очень понравилось. Давай. Ты прям вот начал так драйвово. Смерть озаряет мне лицо. Кострищи яркие пылают и завершают все дела. Кармические силы разрушая. Не каждому так повезло. И в Варанасе вынесло потоком жизни всех. И всех смертей не каждого, увы. Тела их в саван яркие завернули. И к ганге мантры напевая понесли. Там горы дров сандаловых их ждали. Счастливцев, что последний свой приют нашли Средь вод текущих сгималаев. Тлен тлену, пепел и вода. Нет слез, тянаний и печали. Барамин поможет вам всегда все отпустить, что вы держали. Ещё что-то прочитаешь? А ты уже читал, да? Все говорят, что время не вечер. Я могу зачесть сквозь века любимый, мы слышим голос Пифагора. Я слаб, ура, ты представляешь? Я только что его открыла и сижу читаю. Это круто. Синхронности мне нравятся. Ты прочитаешь или мне прочесть? Ты. Но это от женского лица. Нет, ты же у меня читал, помнишь? Сквозь века любимая. И конец. И в конце там было... Что-то такое. Ну да. То есть ты везде меняешь просто на мужское высказывание. А я что-то здесь не вижу этого. Ну ладно. Ну что, ты можешь сказать? Сквозь века любимая. Мы слышим голос Пифагора. Давай. Попробуй. Сквозь века, любимая, мы слышим голос Пифагора. Он убедительно по схемам многопризнаково хода и музыкальных грамот нам твердит, что вместе нам не быть. Звучим мы в разных нотах и тонах. Да и в квадрате Пифагора катушки индуктивности у нас с тобой система проводимости различна. Что ж, мы верим в эти знания веков. Но есть любовь, что вспыхнула меж нами, и эта сила атомных реакторов помножена на два, что может построение любое пифигерийских знаний превозмочь. Мы это делаем с тобой, показывая жизни нашей, что любовь сильнее всех знаний, и она ведет насквозь века к созданию построения другого. Не ты и я, а мы. Что создает электромагнетизм иного рода. Не два, а целое, единое творение божества. Звучим мы как одно. И делаем все это в моменте настоящем, не завтра и не вчера. Творим мы жизнь единую свою совместно. Все боги в помощь нам в пространстве бесконечности, вне временного хода. Да, прекрасно, это очень хорошо считалось. Да, прекрасно, это очень хорошо считалось. Смотрю в твои горящие глаза. Ярослав, я только что его открыла и сделала вдох, чтобы начать его читать. Давай, читай. Смотрю в твои горящие глаза и вижу в них все отражение Бога. Жизнь в построениях электромагнетического вещества. Неполнота стремится к полноте трехпризнакового хода. И во вращении спирального потока, отталкивая и притягивая, вновь оттолкнет меня, чтобы притянуться силой новой. Мечта твоя судьбою нашей стала принятие всего рождения божества и наслаждения божественной игрою. Смотрю в твои зеленые глаза и вижу в них все уровни пространств бытийных. И мир небытия я вижу. Там жизнь и смерть, святых пороков там игра, там алчность, щедрости и злоба доброты безмерной. Там демоны и боги, покой и суета. Там сходятся в один пути все и дороги. Смотрю в твои пытливые глаза и вижу в них все знания мира. Там нота до диез и нота фа. Там пятикантроп и атланты. Там страхи смелые живут, любовные экстазы и оргазмы. Анкета слабость там, аскета слабость там и сила палача. Там все возможности, что не были тобой открыты. Там света луч и мрак ночи кромешной. Там помыслов святая чистота и блуд всемирный. Смотрю в твои бездонные глаза. Там все и ничего я вижу. Алло. Алло. У меня переключился интернет. Просто... Ну, переключился, переключился. Тебе придется сделать это еще раз для меня. Ты смеешься? Да, конечно, любимая моя. Спасибо. Спасибо. Смотрю в твои горящие глаза и вижу в них все отражение Бога. Жизнь в построениях... Давай все только. Там Ярик, Ярик, Ярик. Не все, а все. Все отражения Бога. Пожалуйста, снова. Все отражения Бога. Все. Смотрю в твои горящие глаза и вижу в них все отражения Бога. Жизнь в построениях электромагнетического вещества. Неполнота стремится к полноте трехпризнакового хода. И во вращении спирального потока, отталкивая и притягивая, вновь оттолкнет меня, чтоб притянуться силой новой. Мечта твоя судьбою нашей стала. Принятие всего рождения божества и наслаждение божественной игрою. Смотрю в твои зеленые глаза и вижу в них все уровни пространств бытийных. И мир небытия я вижу. Там жизнь и смерть, святых пороков там игра. Там алчность, щедростье и злоба доброты безмерной. Там демоны и боги, покой и суета. Там сходятся в один пути все и дороги. Смотрю в твои пытливые глаза и вижу в них все знания мира. Там нота до диез и нота фа. Там пятикантроп и атланты. Там страхи смелые живут, любовные и экстазы, и оргазмы. Аскета слабость там и сила палача. Там все возможности, что не были тобой, открытые. Там света луч и мрак ночи кромешный. Там помыслов святая чистота и блуд всемирный. Смотрю в твои бездонные глаза. Там все и ничего я вижу. Написано 4 апреля 2017 года Москва, Чинаев, Варанас. Варанаси, я ехала в поезде, Варанаси. Ага, сейчас поправлю. Сейчас прям изменю. Да, исправил. Отлично. Так, ну что, начитали? Что еще? Что еще? Что еще? Варанаси, я смотрю. Просто мне нужно стихотворение перекинуть... Кинь мне стихотворение, я его перекину в ВКонтакте и смогу с экрана зачитать. Какое стихотворение тебе кинуть? Не знаю, сейчас я открою наш чат и посмотрю, что ты здесь писала мне. Я тебе все писала. Опыт общения с тобой переполняет счастье. Ведь я дитя любви и запоминаю счастье. Не факт, аккорд вновь состоится, но память о счастливейшей игре переполняет и наполняет мыслями, делами и поступками. А я дитя пророка и страсти одинокой, что никогда любовью не была, поэтому являюсь я любовью, что смотрит в твои нежные глаза. Чем занимаюсь я? Я слушаю пространство в глубокой тишине из состояния покоя. В царство звуков попадаю я. Я слышу голос пальмы, что напротив. Она безмолвно мне о Боге говорит, о том, который в каждом, даже самым малом его творений сокрыт. Из светлячков я слышу песню. Она пространство тишины наполнила вибрациями волшебных волн, что дарит и ощущение крыла, паренья в стандеме с тонкой звуковой волной. В чем занимаюсь я, живу. Заполняя каждой благодарным чувством любви и сострадания к себе, к окружающему. Я принимаю все конечное пространство, освещая своей внимательностью проявление свободы, внести сердце. Ты микрофон зажала? Слышно было или нет? Была чуть небольшая, глухо, ты затыкала дырку микрофона. Что сделать? Повторить? Ну, повтори в хорошем звучании. Чем занимаюсь я? Я слушаю пространство в глубокой тишине. Из состояния покоя в царство звуков попадаю я. Я слышу голос пальмы, что напротив. Она безмолвно мне о Боге говорит. О том, который в каждом, даже самом малом его творении сокрыт. Из светлячков я слышу песнь. Она в пространство тишины наполнила вибрациями волн волшебных, что дарит чувство легкости и ощущение крыла. Парение в тандеме с тонкой звуковой волной. Чем занимаюсь я, живу, миг наполняя каждой благодарным чувством любви и сострадания к себе и к окружающему миру. Я принимаю все как есть, пространство освещая своей внимательностью в проявлениях свободы, мысли, сердца и души. как-то так. Отлично. Ну что? Сейчас, секундочку. Стихотворение Марго «Я устаю от пустых разговоров» Я устаю от пустых разговоров Я устаю от пустых людей Я устаю от никчемных споров И от несбывшихся идей Я устаю от бредовых маний Я устаю от слов пустых Я устаю от обещаний данных и невыполненных. Я устаю от вашей тупости, слов, не подкрепленных действием. Я устаю от вашей глупости, концепций вне вашего опыта. Алло. Да. Так? Ну да, я просто стала размышлять над последней строчкой. Ну да, она чуть выбивается. Она чуть выбивается, но пока вот по-другому как-то не говорится. Не концептуального опыта, идей, не... Ну, надо подумать. Ну, так, 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 просто я подумаю над последней строчкой. Улыбку смерти вижу я, но не кривую, как ее рисуют художники Средневековья. Не дантовские круги... Попробуй спеть, попробуй спеть, попробуй спеть, попробуй спеть, пожалуйста. Вот прям вот... У тебя получится, я знаю. Вот эти вот... Ну не знаю, кто долго репетировать надо, бедные зрители вообще. Просто попробуй, просто попробуй, хрипуем голосом, вот эти азимы. Ты представляешь, бедные зрители, сейчас семь зрителей уже. Ну попробуй, пожалуйста, для меня, ты будешь попробовать? Я в Индии, тебя прошу это сделать для меня. Ну хорошо, ты меня корректируй, просто я не понимаю, как это надо. Я буду пробовать, а ты будешь говорить, как надо. Давай, я ее открываю. Ну так, сейчас, 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 сейчас. День, 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 где она у меня? Вот, я ее открыла, давай. Улыбку смерти вижу я. Так? Ну давай, пробуй, пробуй, пробуй. Давай, каждый раз так мне. Не спрашивай, я же не могу после одной строчки сказать, так или не так. Улыбку смерти вижу я, но не кривую, как ее рисуют художники средневековья. Не дантовские круги ада и не Вельзевула искушающего. Я вижу благость, я вижу благость того смрада в глазах бездонных нага. Ну нет, это у тебя лучше получается как-то. Давай, да, ты читай, как ты можешь. Окей, давай, вот просто как ты видишь прочтение. Окей, давай. Улыбку смерти вижу я, но не кривую, как ее рисуют художники средневековья. Не дантовские круги ада и не Вельзевула. Так, выключилось, извини. Выключается экран. Не Вельзевула, не Вельзевула, Вельзевула. Он складно придет. Не дантовские круги ада и не Вельзевула. Я просто первый раз слышу, кто такой Вельзевул. Вельзевула – это сатана. Это одно из имен сатаны. Вельзевул. Точно? О май гад. У тебя гораздо богаче словарный запас, чем у меня. Азаздель, сатана, дьявол, Вельзевул. Это все имя одного и того же. У него тоже очень много имен. Хочешь, азазеля напишу? Ну, а Вельзевула как-то мне больше нравится. Ну, Вельзевула мало кто знает, что это такое, конечно. Проблема всех и каждого. Это же не значит, что я должна подстраиваться, извини, по дибилу. Которую не знаю, что такое Вельзеву. Я не свой камень, огород, милый. Я дибил. Я просто захотелось сказать твоими словами. Ты говоришь, что ли? А, дибилы. Нет, я говорю, быдло. Ну, сэйм-сэйм-баддит, пора. Как говорили в индусты, сэйм-сэйм-баддит. Улыбку смерти вижу я, но не кривую, как ее рисуют художники Средневековья. Не дантовские круги ада и не Вельзевула искушающего. Блин, да что ж? Как выключается экран и срывается текст. Утренируешься тоже хорошо. Улыбку смерти вижу я, но не кривую, как ее рисуют художники Средневековья. Не дантовские круги ада и не Вельзевула искушающего. Я вижу благость того смрада в глазах бездонных нага благословляющего. Что наша жизнь? Всего лишь миг в пространстве бытия. Что наша смерть? Пространство бытийных бесконечностей. Ты возомнил себя венцом всего творения. О, человече! Костры стирают формы тел. Желание в пепел превращая. Что ты вчера еще хотел? Сегодня смыслы все теряет. Богатство, слава, дев краса. Все это тщетно, суета. Вот только ты открыл глаза, Как с выдохом последним Хоруна сильная рука Монетки забирает. Что наша жизнь? Всего лишь миг в пространстве бытия. Что наша смерть? Пространство бытийных бесконечностей. Ты возомнил себя венцом всего творения. О, человече! Ты лгал, юлил и обвинял. Кумиров разных создавал. Молился неизвечному. Почему ты много, много выжелал, Вмещая скоротечное. Что ж, смерть волшебную рукою Все это стерло в раз и два Улыбкую джакондовую. Что наша жизнь? Всего лишь миг в пространстве бытия. Что наша смерть? Пространство бытийных бесконечностей. Ты возомнил себя венцом всего творения. О, человече! Улыбку смерти вижу я, Но не кривую, как ее рисуют Художники средневековья. Не дантовские круги ада И не весь за льву Ла искушающего. Я вижу благость того смрада В глазах бестонных Нага благословляющего. Что наша жизнь? Всего лишь миг В пространстве бытия. Что наша смерть? Пространство бытийных бесконечностей. Ты возомнил себя венцом всего творения? О, человече! Стоп! Отлично! Ссылка для тех, кто не знает. Значит, так. Так, хрантовские круги ада Это из божественной комедии. Там семь кругов ада. Вильзевул Очень хорошо Описывает Вильзевула Курджиев в своей книжке Беседа Вильзевула Со своим внуком Почитайте Иметь только Вильзевул Наг Голый йог Которые отрекаются от мира Посыпают себя белым Ничего не имеют И полностью голые Раскидаются Ну, по теплой Индии, конечно же Надо говорить? Или, может быть, не надо? Не до такой степени Что такое Харун? Что такое Харун? В греческой мифологии Перевозчик через лету Харун В греческой мифологии Перевозчик через лету Реку смерти Так, что еще я не прокомментировала? Ну, Джаконда и Микеланджело Да, я думаю, всем известны Ну, смешно не знать Такая Джаконда И ее улыбку Всех прокомментировала? Да Следующий Неизвестных персонажей Следующее стихотворение Я словно Следующее стихотворение Я словно зверь в неволе Да Да Я словно зверь в неволе Привыкший жить на воле Свет разрывается на части И в пелену тумана страсти Теряя волю жизнь По капле себя я обретаю В переполнении всего, что есть И было, вновь теряя Как трепетная птица Попала в сети птицелова я И вот, ломая крылья Когтями рву я Шелковые нити Свободы призрачный Рассвет увидеть И тогда уж умереть И снова возродиться Как феникс птица Я сгорая В пепел превращаюсь До перышка Вся без остатка Я возрождаюсь И начинаю вновь Играть я В Я Иллюзия Да, но немного Знаки пропинания Неправильно расставлены Но я понимаю, почему Просто я пишу без знака Попинания Понимаю, что мне самой Надо работать над чексами И Сделать правильные знаки Попинания Слушай, а это было написано 8 февраля Но Да А я улетел когда? Не, это было написано Не 8 февраля Это было написано Еще в Москве Просто я там 8 февраля Может делала какие-то Иправления Не, не Это было написано Даже не в этом году Это было написано В Москве Зимой То есть в том году Хорошо Следующее стихотворение Иллюзия 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 Мечты и сновидения Чем отличается реальность От моего воображения Мысли образования Это наше обусловленное знание Коллективное Бессознательное Допускаю, что земля Совершенно не такая Возможно, нами играют Кто? Не знаю Может, какое-то божество Либо сущности ряду Есть еще вариант Я сам с собой Игру веду Воплощая Определенную надежду Я спящее божество Которое в сны свои Свято поверило Ожиданиями Да важностями Их подпитывая Да иллюзиями Субъективного мира Впадая в драматизации И синхронизации Круговорот слов и событий А реальность может такова Все есть иллюзия Все пустота Мир иллюзии Ты иллюзия Я иллюзия Моего концептуального ума Да, только когда вижу Там ошибка Но, видимо, это у меня В тексте ошибка И снова под откос Слетит вся жизнь моя Любимому Нет дела до меня Привычкой для него Уж стала я Как Боня А у меня блокада Эндорфиновая И голод серотониновый Болею я Да, я страдаю И рыдаю Любимому Нет дела до меня Мне больно Все иллюзия И все слова Но есть неоспоримые дела Я вижу, что ему Нет дела до меня Что ж, милый Что ушло Того уж не вернуть Привычкой я не буду для тебя Моя любовь к тебе Еще сильна Но так же Но так же Как тебя люблю я И себя Но так же Как тебя люблю я И себя Привычкой я не стану Но так же Как тебя Но так же Но так же Как тебя Люблю я и себя Привычкой Я не стану для тебя Да, все правильно Я, я, я Да, да, да Что ж Видимо Удача Отвернулась От меня И миг Что был напрасен Так подходит К завершению Любовью Страсть твоя Не воспарилась И миг Что был прекрасен И миг Что был прекрасен И миг Что был прекрасен Ну тогда давай Читай Неужели там Я тебе прислала Напрасен Нет, у меня Несколько текста Перед глазами Ну просто Там ошибка Миг Что был прекрасен А не напрасен Прекрасен Да, я неправильно Прочитал Я неправильно Прочитал Ну это же Так важно Да, отлично Я, наверное Не буду искать Справлять Я думала Ошибка Давай Все равно Спасибо Что ж Видимо Удача Отвернулась От меня И миг Что был прекрасен Так Подходит К завершению Любовью Страсть твоя Не воспарила В небо Лишь канула В пространство Бытия Круги От капли На воде Растаяли Исчезли И больше нет Мечтаний Благодатных У тебя Она с тобой Мне больно Сердце Рвется На куски И я скрывать Не стану Ты дорог Мне Но есть Как есть Увы Поплачу Я одна И перестану Восстану Вновь Из пепла Я У феникса Судьба Такая Ом Намахшивая Я все еще Люблю тебя Что ты говоришь Я читаю И я не слышу Что ты говоришь У меня пропадал Просто звук И я в какой-то момент Не слышу Что ты говоришь Заново Прочитать Окей Да Что ж Видимо Удача Отвернулась От меня И миг Что был Прекрасен Так Подходит К завершению Любовью Страсть Твоя Не воспарила В небо Лишь Канула В пространство Бытия Круги Круги От капли На воде Растаяли Исчезли И больше Нет мечтаний Благодатных У тебя Она с тобой Мне больно Сердце Рвется На куски И я Скрывать не стану Ты дорог Мне Но есть Как есть Увы Поплачу Я Одна И перестану Восстану Вновь Из пекла Я У Феникса Судьба Такая Омна Махшивая Я все еще Люблю тебя Так? Ну да Да Как-то так Ну что 70 человек Нормально Посмотрение Устали Прослушали Я устаю От пустых Разговоров Я устаю От пустых Людей Я устаю От никчемных Споров И от Несбывшихся Идей Я устаю От бредовых Маний Я устаю От слов Пустых Я устаю От обещаний Данных И невыполненных Я устаю От вашей Тупости Слов Неподкрепленных Действиям Я устаю От вашей Глупости Концепции Вне вашего Опыта Последнюю строку Надо подправить Нет Мы это уже Обсудили Я это поняла Прекрасно Хорошо Она подправится В процессе Со мной Угу Так Так Ну вообще Прекрасно Так Ну а где Просто мне Еще раз Пройтись По кругу Смерть То с чего Мы начинали Смерть Озаряет Мне лицо Нет Зачем Нет Подожди Подожди Зачем По кругу Зачем Мы что это делали Ну я знаю Я для себя Я закрепляю День День Алло Яичка Да Яичка Да Я просто с тобой Еще хочу Пообщаться И уже Пойдем Что я проголодалась Я хочу кушать У меня уже четвертый час Хочу часа в четыре Покушать Пойдем У меня еще Запланировано Мероприятие Вечером Ага Марго Марго Да Да Озвучит Для наших зрителей Значит Стеклянг Алло Нет Это мне звонки Здесь Мне идут звонки Я их отбиваю Просто уже Пять звонков Прошло Марго Прием Да Я слушаю Я слушаю Ну Обращение к зрителям Зрители Слушатели Это послушают Понятно Что подавляющее большинство Не понимает Что происходит Единица Тех Кто заинтересован И понимает О чем идет речь Но Общий посыл Твой Значит Студия Студия Стеклянная студия Звукозаписи С гнездом Эта идея О перемещения Хорошо Хорошо Послание слушателям Зрителям И я тогда завершу Прямой эфир А мы сможем С тобой Продолжить Вне эфира Знаешь Я легко Совершенно Общаюсь С людьми Я люблю С ними Общаться Разговариваю Много Но если Кто-то Ко мне Просит Скажи что-нибудь И у меня Тут же Всегда Возникает Ступор Я думаю А что же Говорить Ну Вот С мыслями А что Говорить Я хочу Селать вам Быть Внимательными Ко всем Своим Внутренним Проявлениям Быть Внимательными К своим Мыслям Что очень Важно Потому что Мысли Мысли И только Мысли Обуславливают Нашу Жизнь Есть Настоящий Момент Нет Прошлого Нет Будущего Ну И никогда Не будет Собственно Говоря Потому что Любое Будущее Всегда Будет Настоящим Для вас Так что Будьте Внимательны К Настоящему Моменту И тогда С этого Момента Происходит Настоящее Творчество Происходит Творчество Своей Жизни Обстоятельств Событий Отношения С людьми С миром Убирайте Реакции Убирайте Реактивный Ум Будьте Внимательны Олна Машевая Прекрасно На этой Позитивной Ноте Я тогда Эфир Завершаю И продолжаю С тобой Общение Стоп Снято Для зрителей Ютуба Глобальной волны Стоп Снято Это Марго Из города Варанаси Город Мертвых Стоп Снято Стихи 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 Артура Для написания Песен Знакомство С творческом Марго Стоп Снято Спасибо